Наш эфир продолжает программу «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Начнем, наверное, с похода Дональда Трампа в Северную Корею. Да, совершенно верно. В прошлый раз мы этот момент упомянули, но, разумеется, надо его развить и обсудить подробнее, что, собственно говоря, сегодня и сделаем. Поэтому благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска и переходим, собственно говоря, к визиту. Ну и, да, еще один момент, хотя это уже было несколько дней назад, но я все же не откажу себе в удовольствии напомнить вам о недавнем празднике и поздравить всех вас с Днем Независимости. Как-никак, каждый год, что мы с вами встречаемся, я повторяю, что этот день не только праздник американский, а праздник для всех людей, кто уважает и ценит свободу и понимает, что такое Америка. Ну а теперь, да, днем сегодняшнего... Вы знаете, что, Иван, прежде чем вы перейдете к визиту в Корею, вот вы сейчас говорили о празднике, я вот о чем подумал. Ведь, наверное, в Америке живут, ну, не самые умные, не самые... Ну, то есть, как бы, наверное, в любых странах есть и умные, и талантливые, и способные люди. И, очевидно, вот если бы Левачье задумалось над тем, а почему все-таки вот американский эксперимент такой грандиозный по сравнению со всеми остальными странами. И, наверное, поняли, может быть, поняли, кто способен понять, что, наверное, все-таки это не заслуга просто людей талантливых и так далее, и так далее, а это заслуга вот тех отцов-основателей, которые заложили эту систему. И, несмотря на это, Левачье по-прежнему пытается эту систему разрушить, уничтожить, изменить ее, сделать ее такую же, как где-то. Вот какая-то такая мне мысль в голову пришла. Я не знаю, согласен. Да, я, к сожалению, с вами полностью согласен, что в своем стремлении уподобить Америку другим странам гораздо худшим, во-первых. И, во-вторых, уничтожить наследие отцов-основателей на том только, исходя только из того, что это белые мужчины. Ну, здесь идиотизм Левых просто-напросто зашкаливает. И, знаете, был такой британский, кстати, автор, как Хоррес Уолпл, сочувствовавший 18 века, сочувствовавший весь очень серьезный американским революционерам. Но вот он, по другому, правда, поводу сказал, комментируя начинавшуюся уже тогда моду на социалистические взгляды, а переубедить таких глупых людей просто невозможно. Уолпл был прав, но ему было проще британскому-то аристократу. А вот нам, с леваками, приходится иметь дело, к сожалению, каждый день. Да еще, видите, 20 из них нацелились на как раз Белый дом, что совсем безрадостно. Ну, как бы то ни было, еще раз с 4 июля всех вас. И с экспериментом американским, который пока всех нас восхищает, несмотря на все усилия левых, его загубить. Ну, а теперь, да, снова Трамп и Корея. Знаете, невольно вспоминается, что когда демократические президенты встречаются с, ну, мягко говоря, не самыми приятными людьми, то в прессе везде пишут, что это важный, ну, мейнстримный, что это важный шаг на пути к урегулированию, усовершенствованию миру и так далее и тому подобное. А если же это делают республиканцы, то, естественно, это заискивание перед тиранами, что они все одинаковые, что вот они нашли себе подобных и так далее и тому подобное. Но мы, с одной стороны, попробуем от этого отказаться в нашем сегменте. С другой стороны, я в конце все же отмечу, что совсем от таких партийных, если угодно, оценок здесь нельзя их избежать полностью. Но, думаю, вы со мной согласитесь, почему. Так вот, для начала минусы подобных встреч, они, в принципе, есть. Главный минус – это тот, о котором я вам говорил уже много раз, всякий раз, когда Трамп тот же самый с кем-то встречается, вроде Путина или Кима. Что всегда, когда лидер цивилизованной страны, да еще главный цивилизованной страны, встречается с представителем вот такого режима враждебного, демократа, республиканец – неважно. Это всегда такой элемент легитимизации вот этого самого враждебного режима. Это, да, но это неизбежно. Тут мы ничего не можем с вами сделать, и никак нельзя этого изменить. Далее, когда идешь на соглашениях, на любые, здесь же пока и соглашений-то особых нет, а так просто встреча скорее декларативная, но важная, как я считаю. Естественно, надо понимать, какие риски ждут. Потому что то, чего пытается добиться президент Трамп, а именно того, чтобы было уничтожено ядерное оружие в Северной Корее, то это, конечно же, похвально, но надо помнить, какой ценой. Потому что Трамп уже отменил маневры еще в прошлом году, Трамп противится ряду санкций против Северной Кореи. И все это надо понимать. И что даже если удастся президенту добиться того, чего все мы ему на самом деле желаем добиться, то может получиться так, что, скорее всего, в обмен будут еще какие-то уступки. И если только экономического плана, то это далеко не самое худшее. Хотя, да, естественно, это будет означать, что тоталитарный режим только укрепится, но это неизбежно. Но идти на какие-то уступки и жертвы в пользу, например, так, чтобы пострадала Южная Корея, этого делать нельзя. То есть это те самые риски, о которых нам нельзя забывать. И то, что контакты с Кимом могут привести к тому, что его режим только укрепится или как-то изменится, но не в лучшую сторону, если хотите, Никсоновский момент, то это есть. Но, с другой стороны, плюсы, их тоже забывать, конечно же, нельзя. Но главный плюс, он, в общем-то, бесспорный. Это режим тоталитарный и опасный без ядерного оружия, он все-таки лучше, чем режим тоталитарный с ядерным оружием. А Трамп хочет добиться именно этого. И выдернуть, да уж, простите меня за такое пафосное сравнение, ядерные зубы у Кима, ну, это очень благородная задача, и ее никак нельзя принижать и отказывать Трампу в его миротворческих усилиях. Поэтому, если ему это удастся, это уже плюс. Далее, хотя я и сказал, что Никсоновский момент, он, в общем-то, подразумевает, что Китай остался коммунистическим и враждебным, но еще больше развился. Но незабываемо то, что у Никсоновского момента тоже был плюс, а именно на те времена Китай стал скорее, ну, если не союзником, но противовесом против Советского Союза. А контакты же Трампа с Кимом, они могут как раз, я не скажу, чтобы совсем вывести Северную Корею из-под китайского влияния, но могут за счет тех же каких-то разумных, подчеркиваю, уступок, могут эти связи Кореи и Китая ослабить. А известно, что Циньпинь-то там тоже видит, что происходит. Он в этом году специально ездил в Северную Корею, впервые вообще за 14 лет, когда китайский лидер туда ездил. И поэтому, плюс еще незабываемая Россия рядом, да, у нас, к сожалению, все друзья сейчас какие-то убогие, вроде того же Кима. Так вот, и я опять же повторяю, нет никакой уверенности, что эти контакты, они сделают Северную Корею союзником, США нет ни в коем случае. Но если, по крайней мере, удастся хоть немного вывести к Северную Корею из-под влияния Китая и путинского режима, это уже плюс. И это плюс, который Трамп тоже пытается реализовать. Ну и последнее, что надо отметить, говоря о плюсах вот этих вот усилий президента, это то, что, вне всякого сомнения, это очень будет сложно, и вероятность близка к нулю, но исключать ее тоже нельзя. Рейгановский уже момент, если хотите, а именно когда тоталитарное государство вынуждено раскрываться и даже через какие-то экономические контакты впускать в себя западное влияние, его тоже исключать, в общем-то, нельзя. К моему глубочайшему, к сожалению, это маловероятно, но вдруг. На сегодняшний день Северная Корея очень закрыта, оттуда даже невозможно какие-то разведданные получать, или они вообще настолько засекречены, что о них мало кто знает, потому что есть опасения сразу же выявить источники. Оппозиции там, конечно же, нет. Поэтому представить себе, что вдруг произойдет какая-то смена режима, ну, повторяю, очень сложно. Но если удастся хоть немного приоткрыть вот этот вот панцирь, скорлупу, как хотите, кто знает, что получится. Поэтому здесь вот уподобляться критикам Трампа ни в коем случае нельзя, уподобляться его апологетам, которые каждый его жест в словословии тоже не надо, но я считаю, что эта инициатива скорее полезна. И здесь мы выходим к следующему пункту, почему она полезна именно сейчас. В прошлый раз мы говорили вот об этой самой иранской сделке, которая себя не оправдала, ну, и вообще черт знает чем оказалась, и о том, что очень часто политики американские стремятся к так называемому дипломатическому наследию, которые, увы, потом выстреливают в их последователей, в их преемников, да и в мировую безопасность тоже. В данном случае подобные угрозы есть. Хотя, еще раз повторяю, если сравнивать с Ираном, то вот, ну, не обессудьте, хотя, думаю, вы меня поймете здесь точно, но если здесь сравнивать, то у Трампа преимущество. Действия Обама привели к тому, что у Ирана была возможность создавать ядерное оружие. Действия Трампа, пусть что-то мне, может, не нравится, они должны привести к тому, что у Северной Кореи этого ядерного оружия не будет. Поэтому у него здесь преимущество. Ну вот, и тем не менее, нельзя забывать о том, что в Америке большинство действий завязаны на идеализме и прагматизме, о чем я не раз говорил. И сейчас, пусть даже негодуют левые и называют это рукопожать каким-то чисто внешним эффектом, но это хорошо на самом деле. Понимаете, в ближайший год чем больше у Трампа будет эффектных действий и успехов, тем больше его шансы на победу. А как все мы увидели на тех самых дебатах и на том, как себя ведут демократы, мы сейчас, ну вы точно, да и я на самом деле, точно озабочены тем, чтобы Трамп выиграл. И таким образом, его успех в Северной Корее и даже его какие-то, пусть и просто внешние, но эффектные действия, они помогают. Заметьте, на прошлой неделе, конечно же, там много других факторов, тут много других факторов, о которых нельзя забывать, и экономика, и все остальное, но даже мейнстримная пресса, стиснув зубы, признает, что рейтинг Трампа сейчас достиг наивысшей точки. А если еще учесть, что аналитики, многие консервативные указывают, что мейнстримные вот эти вот опросы, они процентов 5, а то и больше стараются съедать, так или иначе, ну какими-то обходными путями, то это означает, что действительно Трамп сейчас вышел на, и это еще не конец, будем надеяться, что его популярность будет только расти. И вот эта вот встреча с Кимом, она, я считаю, помогла. Может, опять одна из, но тем не менее стало важным моментом. Поэтому дальше, что будет происходить в их переговорах, ну мы, конечно, не знаем, к чему они приведут, умиротворять диктаторов последнее дело, но стараться добиться того, чтобы Ким отказался от ядерного оружия, чтобы хоть как-то, хоть насколько, но вышел из-под влияния Китая и России, чуть не сказал СССР, но, кстати, это правильная оговорка. Здесь Трампу, я считаю, надо только посоветовать, пожелать удачи, и чтобы он достиг успеха. Как у него это получится? Получится ли? Помним мы все и о тех моментах негативных, которые я назвал, но пусть все санкции, готовность применять военную силу, хотя, надеемся, до этого не дойдет, развязывание рук Японии, о чем мы тоже с вами говорили. Все это у президента есть, и давайте надеяться, что все-таки Северная Корея у него получится, а там, глядишь, и режим в конце концов развалится, ну и, возможно, это произойдет уже во второй срок президента, кто знает. Ну, здесь я, наверное, умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием ему слово передам. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, Филип. Уважаемый Иван, вы знаете, мне так кажется, что в результате того, что произошло на Украине, когда Украина сдала третий потенциал в мире ядерного оружия, и сдала его своему тогдашнему гаранту целостности, а теперь первому врагу России, то ни одна страна в мире никогда не откажется от того ядерного, ну, от того, что она уже, так сказать, создала. И пока то, что вот эта агрессия происходит, и пока не выдворят агрессоров с украинской земли, ничего у Трампа не получится. И мне кажется, что самое главное, он сейчас должен как бы приложить усилия и активно вмешаться вот в эти переговоры, которые ведутся, и, может быть, тогда и Ким пойдет на уступки. Потому что иначе это явно, ну, как бы, пример того, что может с собой произойти, если ты отдашь свою ядерную программу. Да, я с вами на самом деле полностью согласен, потому что примеры такие есть, и то, что вы привели, это самый действительно яркий на сегодняшний день, Будапештские соглашения, Россия уважает границы Украины на тот момент, Украина отказывается от ядерного оружия. Украина свою часть соглашения выполнила, Россия, ну, сами видите. И действительно, Ким, конечно же, он хитрый товарищ, и он все это видит, и я очень надеюсь, что и помощники Трампа, прежде всего, Болтон, конечно же, который северокорейский режим изучил очень хорошо, и в его книге, в мемуарах, он, в общем-то, очень точно его описывает. Но в этом смысле Трампу, конечно же, нужно вспомнить об Украине, и все-таки немного больше инициативы и там проявить. Я понимаю, он озабочен тем, чтобы хоть как-то наладить отношения с путинским режимом, и это совершенно зря. На данный момент у него ничего не получится, и об этом мы чуть позже поговорим. И действительно, это ему поможет. Но, тем не менее, если исходить из того положения, что мы видим сейчас, то, боюсь, что, увы, и даже несмотря на советы, Трамп все-таки этого не будет делать. Да, это плохо, но, тем не менее, посмотрим, что у него получится. Думаю, так. Давайте теперь по докладу об опасности, которую представляет собой Россия. Ну, да, я все время стараюсь все-таки разъединять и говорить, что Россия это одно, а путинский режим немного другое. Но, к сожалению, учитывая поддержку большинства этого путинского режима, увы, да, такие соединения, так, объединения, оно тоже, мне против него трудно что-либо возражать. Так что, да, тут Сергей прав. Ну, вот, этот доклад, он довольно-таки обширный и занимает почти 170 страниц, поэтому я, конечно, целиком и полностью вам его не воспроизведу, тем более, у него довольно много авторов, и каждый из них придерживает, ну, в общем и целом они, естественно, сходятся, но какие-то разногласия у них есть. Речь идет об экспертах, которые приглашены были Пентагоном, и которые подготовили доклад для Генштаба, или Объединенный комитет начальников штабов, если вам более привычно такая, более американская формулировка, они подготовили вот этот самый аналитический доклад. Ну, если какие-то из него выявлять очередные основные идеи и пытаться с ними соглашаться или не соглашаться, исходя из того, что я все-таки здесь внутри, сначала основные направления этого доклада. Итак, авторы исходят из того, что нынешний российский режим полагает себя моральным, так скажем, лидером бывшей сферы влияния Советского Союза, то есть это и территории так называемого ближнего зарубежья бывшей республики, и Восточная Европа, и те страны, которые традиционно подпадали под сферу влияния повторюсь Советского Союза в Азии, в Африке и в Южной Америке. При этом в общем и целом авторы подчеркивают, что идти на прямые вооруженные столкновения с Соединенными Штатами, а именно Соединенные Штаты путинский режим полагает своим главным врагом, режим не желает, но режим полагает, что Соединенные Штаты это и есть главная преграда, главный враг вот на пути этого самого морального своего лидерства, и не только морального, а еще экономического, политического и какого угодно. И в результате аналитики они предлагают такой термин, но я его и раньше встречал, если угодно, это новый вариант, раньше это называлось холодная война, сейчас это называется серая зона, то есть серая зона это такой конфликт, в котором мира нет, но войны тоже нет, вот это вот промежуточное состояние, оно сейчас и разделяет российские режимы, и соответственно цивилизованный мир, увы, мы к нему сейчас все-таки не относимся, как ни печально мне об этом говорить, и соответственно в этом помогают православная церковь, которая сейчас полностью подчинена правительству Российской Федерации и его администрации, помогают спецслужбы, которые уже можно сказать сроднились с властью и стали ее неотъемлемой частью, ну и помогают как какие-то прямые вооруженные действия, хотя они и игнорируются, так и активное использование поставок оружия и наемников, ну прежде всего речь про Африку здесь идет и про Азию тоже, но как бы то ни было и про Ближний Восток например, это все есть, при этом как отмечается в докладе сложилась такая ситуация, что очень часто например в Восточной Европе да и в некоторых бывших республиках складывается действительно из-за того, что американские англо-американские западные как угодно их называйте идеи они транслируются через мейнстримные средства массовой информации и через поп-культуру современную то действительно они вот эти вот все перечисленные мной источники не столько утверждают западные ценности сколько их разрушают и оказываются таким тоже на самом деле союзником путинского режима потому что ну среднестатистический так скажем гражданин там я не знаю какой Болгария Венгрия или если чего угодно посмотрит СНН посмотрит какой-нибудь голливудский блокбастер и у него создастся такое впечатление что геи черные и прочая публика мечтают от него избавиться и тогда действительно ему захочется искать поддержки у кого-то мудрого сильного вроде например Путина то что у Путина тут тоже сильные связи и с геями с гей-сообществами и с мусульманскими ну это естественно наши это средства массовой информации и пропаганда они более подчинены государству они такое не слишком проецируют поэтому пропаганда российская конечно работает гораздо лучше собственно говоря пропаганды западной сейчас вообще нет на самом деле как это не прискорб ну вот и таким образом и восточная Европа оказывается в ряде случаев отпугнутой если угодно от западного блока и западная Европа которая в своих этом социал-демократическом раже оказалась такой мягкотелой бесформенной и больше всего боится что прекратится ее поставки энергии разных источников энергии из России и кроме того привыкла к тому что ее безопасностью занимаются Соединенные Штаты а тратить свои деньги на оборону как-то она не хочет ну что касается Ближнего Востока то здесь все понятно это Путин и его режим подают себя как сторонники вроде бы устоявшегося устоявшихся режимов и стараются им помочь и в ряде случаев с дипломатической точки зрения они тоже себя подают в более благовидном свете чем усилия западных стран хоть как-то ситуацию наладить в регионе и от этих режимов избавиться в Африке как я уже сказал это преимущество преимущественно оружие денежная помощь и желание подчинить себе Африку в основном северную связанную с нефтью и совсем в этом духе ну и в Южной Америке там давние связи кстати интересный момент такой пишут аналитики что вопреки опять-таки пропаганде СМИ в том числе как раз к сожалению американских и западноевропейских хотя да путинский режим вроде бы пытается установить контакты с крайне левыми и называющими себя крайне правыми группировками но по разведданным по выкладкам всех аналитиков мы видим что все контакты путинского режима с правительствами левыми по-прежнему организации это одно здесь они могут использовать кого угодно для создания дестабилизации но по-прежнему путин ищет себе друзей среди социалистов и иже с ними и здесь например видят аналитики опасность в Южной Америке прежде всего потому что сейчас в Южной Америке довольно серьезный действительно происходит крен вправо и об этом мы с вами уже говорили и например новоизбранные президенты прежде всего в Бразилии нашу Болсонару Колумбию Перу и вот эти три страны и Чили еще вот все эти люди преимущественно правоцентристские они своим приходом обрубили целый ряд контактов предыдущих правительств с Российской Федерацией поэтому теперь путинский режим пытается активизировать всякие не то просто левые силы но еще и левые силы довольно сильно связанные с террористами прежде всего это касается Колумбии там такой есть вооруженные какие-то там колумбийские силы революционные они действуют 64 года и изначально под финансовой поддержкой Советского Союза сейчас они вроде как политическая сила но опасность того что они опять начнут стрелять и взрывать южноамериканцы сами понимаете какие она есть и то что сейчас путинский режим делает ставку на них в Колумбии это действительно серьезная угроза плюс все больше и больше внимания уделяется и поддержке левых сил в Мексике кстати говоря путинским режимом и поэтому не удивляйтесь когда у вас появляются может вы за этим не следите но я на самом деле слежу что среди тех нелегалов которые проникают через границу там не только мексиканцы там и представители арабских стран и там есть люди представляющие и российскую преступность хотя многие из российских гангстеров увы уже в открытую к вам ездят но есть и те которых доставляют через границу через Мексику такое тоже есть я не буду говорить что это напрямую связано уже с путинским режимом нет но просто имейте ввиду что такая опасность существует и бандиты из российской федерации через Мексику к вам тоже поступают ну вот и в таких условиях действительно миру западному противостоять вот всему этому безобразию режима путинского довольно сложно потому что когда нет развитой пропаганды мы все знаем что пропаганда это плохое слово я с этим согласен но в случае с западными странами по крайней мере хоть как-то объяснять людям что западные ценности это не особые права для меньшинств а сейчас происходит подмена понятий и фишируется именно это а продвижение того самого что стало уже ругательным словом и я сам я с этим согласен либерализма классического а не того либерализма который мы видим сейчас все это конечно же надо делать потому что вроде бы у соединенных штатов и у их союзников все преимущества налицо это развитые страны у людей гораздо больше способностей экономика одного техаса засунет в карман экономику российской федерации и даже и забудет о ней в этом самом кармане но вот получается что этой агрессии запад увы противостоять не может европейцам конечно же надо заниматься своей обороной союзникам штатов в Азии тоже надо активизироваться но вот пока это я уже немного отвлекаюсь от доклада мы видим только действительно представление о том что происходит в Израиле в Японии может быть в Южной Корее ну и в нескольких южноамериканских странах которые я назвал в остальном увы и выводы этого доклада на самом деле скорее пессимистичны что можно говорить сколько угодно красивых слов о том как утверждать западные идеалы и своим примером и так далее и тому подобное но к сожалению западное общество этого делать не может тогда как общество закрытое общество агрессивное и общество которое тратит деньги на пропаганду и на войну российский режим сейчас у него эти две основные статьи расходов и на создание каких-то там своих альянсов с Китаем например ну я их тоже называл у них увы есть преимущество я не могу вам дать какие-то рецепты я считаю что этот доклад он на удивление но мы привыкли что когда называешь какую-то организацию правительственную что там очень много каких-то леволиберальных заблуждений но здесь в этом докладе они тоже есть но в основном он довольно разумный и грамотный как видите в ряде случаев он даже перекликается с позициями президента в том например что Европе пора и другим союзникам пора больше думать о своей безопасности а не сваливать все на США ну и чтобы не заканчивать этот сегмент уж на совсем мрачной ноте я все же предположу что ну понадеюсь что если Америка выстояла в борьбе с фашизмом в борьбе с коммунизмом пусть он сейчас и подряд вот тоже видите просачивается изо всех сил через Демпартию ну и в борьбе вот с этим нынешним уродством которое даже трудно назвать и которое увы представляет режим моей страны мне хочется верить что Америка тоже выстоит и что когда от нынешнего режима избавимся мы все то адекватные граждане России и все вы этот момент еще отпразднуем ну и здесь я наверное умолкну пора уже на рекламу переходить давайте послушаем рекламное объявление после чего вернемся продолжим обязательно примем ваши звонки и он постарается ответить на ваши вопросы возвращаемся в программу час Ивана Денисова телефон студии 847-400-5200 давайте наверное ответим на звонки сначала а потом если останется время мы можем говорим о футболе добрый день пожалуйста вы в эфире добрый день студии здравствуйте Иван Иван Майер Константин и у меня есть кратенький комментарий и с вопросом вот я конечно гражданин России ой да России да и Соединенных Штатов вот у нас есть знаменитый комментатор политический Леон Вайнштейн 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 так вот после марта 2018 года он сказал что более 80% американцев россиян имеющих второй паспорт голосовали за Путина порядка 120 тысяч человек здесь и более 80% в России порядка 76% то есть это практически общенародный выбранный президент вы это называете странным словом режим режим с которым с радостью Трамп наш за которого я тоже голосовал сказал что он с радостью имеет дело с Путиным и ценит его высоко вы в меньшинстве вы понимаете вы как бы отщепенец в России как вы на это вот сами вы это видите спасибо за ответ да спасибо вам понимаете советскую власть тоже поддерживала подавляющее большинство и ничего однако же те то меньшинство кто и противостоял в конце концов оказалось правым я себя поверьте не ставлю на одну ступень с теми людьми которые были диссидентами советской порой тогда было время другое им приходилось гораздо тяжелее чем мне нынешняя власть к оппозиции относится немного по-другому и я для нее слишком мелкая сошка в любом случае тем не менее знаете сейчас поддержка Путина она в основном основывается на бюрократии которая очень сильно развита в России она огромная и она вся завязана на президенте нынешнем и второе на том что у него действительно нет альтернативы любого другого то есть у нас практически то что называется красивым словосочетанием плебисцитарная диктатура а это когда вам показывают человека и говорят у нас других нет голосуйте но там есть остальные но вы их все равно не знаете зачем они вам или мы приняли решение а теперь давайте вы все его поддержите потому что ну а как еще будет только хуже это увы работает тем не менее уверяю вас как только в России появится сильный и не побоюсь этого слова штамп но так как он есть популистский политик который Навальный пока все таки на эту роль не тянет который себя будет позиционировать не позиционером интеллигенции а человеком который представляет средний класс и тех граждан Российской Федерации которым он уже надоел на самом деле но которые просто боятся гражданской войны и всего остального он выиграет легко тогда я перемещусь в большинство хотя мне если честно больше нравится быть меньшинством спасибо Иван давайте примем следующий звонок добрый день пожалуйста в эфире Иван я прошу прощения снова Константин вдогонку я уверен как гражданин Соединенных Штатов и как гражданин России что коллективный Запад ведет сейчас жестокую войну против России Россия в войне вот с этим связаны военные расходы именно с этим и так сказать если придет приемник очень кратенько придет если приемник а он придет и Путин это будет второй Путин так что вам не добровать спасибо увы я с вами не могу согласиться во первых войну начал не Запад все таки войну прежде всего пропагандистскую начали российские власти потому что это гораздо проще нынешней власти очень нужно в этой самой власти оставаться лучший способ это создать ощущение что кругом враги и хотя вот какие какая-то конкуренция еще что-то это все неизбежно в странах но именно к сожалению с нашей стороны в российских властях это стало подаваться не как конкуренция а как война и с этого момента все пошло не туда куда надо а то что увы наша интеллигенция она ориентирована на ваших либералов это ее большая проблема я бы даже сказал катастрофа приводит к тому что она совершенно безжизненна и оппозиция совершенно безжизненна вот получается то что есть но тем не менее терпеть это я лично тоже не хочу и я знаю людей которые это тоже не терпят пока да и не просто пока мы будем естественно действовать в рамках законов потому как у нас чуть в сторонку отошел и тебе конец но я вас уверяю когда-нибудь доживу я до этого или нет я не могу вам сказать но что-то хорошее в моей стране все-таки будет спасибо Иван и следующий звонок добрый день пожалуйста вы в эфире добрый день здравствуй в конце ноября должны были принять санкции против России по поводу применения химического оружия в течение 90 дней они ничего не сделали и по закону Соединенных Штатов должны были жесткие санкции быть применены их не применили потом их перенесли что-то такое на феврале обещали потом были целый пакет санкций против Путина его окружения должны были представить Конгрессу разведданные по этому вопросу но недавно появилась информация на эфире Москвы о том что эта санкция не планируется потому что это нарушит какие-то сферы бизнеса как было понятно понятно все да это есть увы тут ничего не могу сказать когда бизнес страдает то санкции уходят на второй план так было всегда что касается вообще санкций знаете есть такой человек как Роберт Гейтс личность ну представитель эстеблишмента так уж его назовем он работал в администрациях Буша и первого и второго и Обама возглавлял ЦРУ Министерство Обороны но вот не так давно он давал интервью и он сказал что вообще-то с точки зрения санкций именно нынешняя администрация гораздо жестче к российскому режиму чем все предыдущие я думаю Гейтсу все-таки стоит поверить давайте примем следующий звонок добрый день здравствуйте вы знаете я не совсем согласна с тем что Путину нет альтернативы это просто ну как бы этот людоед решил что он повторит судьбу коммунистических правителей которых выносили просто вперед ногами с их занимаемых должностей но когда он пришел к власти он был просто пустым местом вы помните когда произошла катастрофа Курска он горел извините свой зад под солнышком Сочи вместо того чтобы как бы ну как бы заниматься этой проблемой и спасать людей поэтому я думаю найдется очень много таких людей которые будут намного выше того уровня с которого начал он скажите у вас есть вот вы можете назвать спасибо я поправлюсь дело не в том что альтернативы нет дело в том что подается так что этой альтернативы нет это не совсем одно и то же вам это просто труднее понять из Америки как это может быть а вот нам в России это понять увы очень легко давайте все таки осталось там минут 5-6 времени поговорим о страстях о страстях которые развернулись вокруг женского футбола да очень очень быстро я не буду сейчас спускаться в подробности спортивное но скажу вам одно когда политика лезет в спорт это всегда последнее дело когда левая политика лезет в спорт все совсем плохо то есть я например ну женский футбол нас почти не показывают но я слежу за ним только потому что там как правило в отличие от футбола мужского сборная США женская побеждает мне это приятно потому что ну футбол женский в Америке развит это замечательно и каждая победа американской сборной мне как бальзам на душ но зачем представительницы некоторые сборной начинают вести себя черт знает как это мне совершенно непонятно по моему убеждению вообще на время крупных турниров я бы вообще может быть это жестоко да еще в таких странах как США где свобода слова и так далее но на время чемпионатов вообще пусть бы они все свои взгляды кого они любят кого они не любят оставили бы где-нибудь они играют за свою страну они играют не за Трампа и не против Трампа и не за Обаму и так далее они играют под своим флагом они играют под свой гимн и поэтому корячатся там в какие-то идиотские позы в знак протеста простите это оскорбление потому что этот флаг и этот гимн он каких-то идиотов может и оскорбляет но этот флаг и этот гимн Они под ними так или иначе боролись и с рабством, боролись с фашизмом, с коммунизмом, в конце концов ликвидировали остатки расовой ненависти, которую, кстати, нагнетали как раз демократы. И поэтому вы можете там критиковать какие-то моменты в своей стране, вы можете критиковать какие-то моменты в своей истории, это неизбежно. Но если по всей стране Америка очень большая страна, где очень много девушек играет в футбол, вас отобрали в число тех 23-23, по-моему, да, человек в сборной, кто, значит, лучше всех, вы должны быть благодарны, вы должны благодарить эту страну, что вас выбрали ее представлять и соответствующим образом себя вести. Когда выиграли, то на здоровье, в интервью, где угодно, хвалить кого угодно, ругать кого угодно, хотя опять отказываться от приглашения Трампа, на принимать приглашение антисемитки и социалистки Акасио Кортес, это тоже по ту сторону добра и зла. Ну, в любом случае, так себя вести, это ни в какие ворота. И хотя, знаете, президент поздравил, на самом деле, сборную США и написал, что он гордится ими, но мне вот понравился комментарий простой пользовательницы Твиттера, консервативной американки, которая, ну, там, судя по ее подписи, которые, да, голосуют за Трампа, и республиканка консервативная, что она будет гордиться этими спортсменками только в той же степени, в какой они гордятся своей страной. Что касается лично меня, то я вам так скажу, я все-таки при всем при этом порадовался, конечно же, за этой победой, и вас с ней поздравляю. Пусть некоторые деятельницы делали все, чтобы эту радость у меня отбить, но даже эта самая Рапина, про которую я в основном и говорил, хоть она и вела себя, черт знает как, ну ладно, хоть голы забивала важные. Поэтому давайте надеяться, что все-таки безобразие в спорте как-нибудь удастся остановить, а я у вас всех начал с поздравления, ну и заканчиваю поздравлением. Видите, мужская сборная, к сожалению, не выиграла вчера, но женская остается лучшей в мире, и это, я считаю, очень хорошо. Это замечательно, но, по-моему, они собираются судить Федерацию футбола Соединенных Штатов Америки за то, что женские футболистки получают... Да, они все хотят испортить, хотя тут я вам тоже скажу так, когда на Рапина будут ходить так же, как ходят на Неймара, а я не очень люблю Неймара по ряду причин, вот тогда можно говорить о равной оплате. Пока, извините, все эти разговоры, но это несерьезно. Эн Калтер справедливо заметила, что даже чемпионат, который проходил в России, собрал примерно 6 миллиардов долларов. А вот следующий чемпионат прогнозирует, вот, цикл весь, 19-22 год, собрать, женский чемпионат, прогнозирует собрать 131 миллион долларов. Сравните, да? 6 миллиардов, 131 миллион. Это простой рынок, извините, и вы не можете ничего сделать судебными и какими-то исками. Ну, люди голосуют ногами и деньгами. Иван, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.